Фоткай 360 стоит Попыт 360 Рассказать то, что мы запиляли Ну то есть да В каком состоянии вы сейчас Может быть что вам нужно Если вдруг что-то предметилось как нидзи Ну пропиплазмы Или наоборот Ну на данный момент мы уже запиляли Что все камеры Синхронно Мы зараз деляем Чтобы мы Удентики робились огромные Или переключались И карточки в локальных железячих А Ихронизировались и падали на На один уже И забирались в железячих Мы будем еще пробовать докрутить В GPS Чтобы точное ее расширение А в подачи А вы совместно Да, у нас типа концовцы Вообще Ну Зачем Будем Закрыли Ну Затиняем А далее Что дали Склейка Склейка Да, склейка 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 Потому что она локальная И машинная А далее уже В облаках Дали чтобы облака Так я так понимаю все все Кон.. элементы Вопросы, предложения, комментарии? Оно же понятно по технологии, не совсем понятно по медиа. Мы чуть-чуть пообщались, я так понял, но в рамках нашего ракатона предлагаете. Видея — это вид просто стримов. Ну, если просто стримов, то где мы влетаем достаточно великим процессором непотужности для мытьевой опробки и выдачи оружия? Это або дата-центр, або, если он хмарится робот, то видно, дата-центр Мейдоскопта, Google, Амазона или какого-то дистолошина. З отдачей назад по РПМП, РСП, монтажку, обладание, теклик, теклик и отдачу. Да, поки шута статня, но, если мы разлетаем, что это какой-то там, ну, покажи, что там, не знаю, что вы евробачили, а по одному, я не знаю, евробачили, а скорее всего просто простыкало. Это стало 360 камер, наверное, в дереву. И просто были очень классные полеты. Я не знаю, я враховывал у них кілька камер, у них было порядка 20 камер. 28. 28. 28? Да. Ну, хорошо, статиканчик не забегающий. Да. Дуже красиво это все сделано, я за годину перегляду жодного уважения не принимавшего, что якийсь оператор попал. 28. 29. 30. 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 31. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Еще вопросы от менторов? Предложения, замечания? Если нет больше от менторов, то конечно же, да, от участников. Только секунды, чтобы смотреть одну картинку. Это первый вопрос. Какая пропускная способность сети вам должна быть? Дану выкористову гигабит Ethernet роутер, что USB 2.0 выпустил практически одну камеру. В принципе, вклавши в железо сам по гигабит Ethernet, то мы можем каждую камеру кидать и крема по ней в Ethernet, то есть получать 8К из одной камеры, и мы можем делать камеру. То есть, в первую очередь, в выборах и воздательствах. Есть девайсики, которые можно сразу каждую камеру угнать в связи с электричеством. Клеить в связи с электричеством. Ну, влюдаем, конечно, трафик. То есть, нормальный канал на точке, где это занимается. Нормальный, гарантованный канал. Вот, с Водофоном поговорим, что они смогут организовать, скажем так, специальные карточки или специальные дубльковые канали для того, чтобы видео можно было болеть напрямую сразу с трансляцией через GSM-мережи, не кладучей базовой станции. Это было бы для региональных и центральных региональных в Киеве очень классно. Это было бы заэкономило значительно на ланью по железу. И, ну, это нужно тестировать в поле и думать, что есть. И брать денег за трафик? Ну, брать денег за трафик. Ну, в тестовый период, то мы можем понять, что будут данные по трафику, которые будут проходить, что мы можем взглянуть на дату трафик. Ну, я думаю, что тут нужно больше технических габаритов с приводу на технологических каналах. Ну, внутрешняя передача, как базовой станции, там значительно в высшей швидкости. И сделать пул карточек. Специальная карточка, грубо говоря, которая отговорится базовой станции, как медиакарточка самая для телеканала. Чтобы понять, что это может стоить дороже, например, чем обычная юзерская карточка для передачи контента. Но это будет гарантированный, поддержанный канал, который не впадает. То есть, если мы выходим на специальный трафик на трафик, мы гарантированно знаем, что наш трафик не будет проситать и у нас не будет падать по ФПСу, там, по якости, там, четыре. Ну, что вы решили? А вы кистили, вы изучили на GSM или на кистили? Я в течение Мехдану був на стиминате Киеве. Мы лазили там в этих местах. Мы там вичислили, где в центре метр, на півметр и зоне с глушилками. И, в принципе, во Киеву на HD, на одну камеру нужно чистыми, гарантованно иметь 2,5 мегабайта в секунду. Это выдавал метр векло. Третий час. Зараз нужно ходить и тестировать. По ходу операторы могут выдавать, ну, вайп, 8 мегабайт в секунду в ДТЕ пациенту. Просто я приведу конкретный пример. У нас недавно проходил айфорум, да, я прибыл и пытался на нём воспользоваться в режиме, я, как раз, не знаю. Вспользоваться им невозможно. Там просто проблема самого зала. Да, через то, что у нас тут дала конструкция Я выходил из-за залки, я переходил в комодо, туда не работает. То есть количество людей, несколько тысяч, оно придёт соток долларов. Надо передать вам какую-либо информацию, не удастся вообще. Так, это проблема в локальных ивентах злои погиблистили оператори. Для таких штук GSM-оператор применяет мобильную станцию, где с машин раздается. В час майдана біля готеля Украина стояв Квитстар, стояв Лайв, з їхними ПТС-очками, ну, не ПТС-очками, а по мобильным базам и станциям, який робит покрытие. Потому что... А? Знаете, почему они там стоят? Кем санкционировали были один МТС-очкой? Посмотрите, сейчас неважно, сейчас это... Я знаю, где-то 8 лет. Скажет, где ехать или ехать, и туда никто не судится. Теория заговора. Нет, не теория, нет. Теория заговора. Извините, посмотрите, последняя. Последняя миля всегда решается не биджишкой на массовых мероприятиях, а отрезанием на уровне спорта. Ну, то есть, есть шнурок, из этого шнурка вам на роутере отписается 20 миллионов, в которых никто не может присосаться, никто не может делать. Понятно. Просто, с другого боку, когда проходят какие-то локальные ивенты, можно... Ну, язлайфом часто таки робил, и просто мы за час, за два-три дни до ивента, если вы знаете, что там будет тысяча, две тысячи людей, мы пишем заявку в лайф, у нас будет такая вот штука, и они могут решить, или присылать себе свою станцию, или не присылать. Они понимают, что если там будет ивент, и... ну, мы можем сказать, у лайфа продаем зв'язком не будет. У кого илайф может начать стримать, они понимают, что они на трафику, на медиа трафику, они заработают деньги через то, что люди нас пустят, типа 500 мегабайт, пару рублей гигабайт мобильного трафика, заплатить свои 50 гривен за этот трафик, и... 100 человек постримали, мы подняли там несколько десятков тысяч. Это просто бизнес, но это нужно, это бизнес, нужно, как бы, объединять с телевизионными каналами, чтобы они могли зачасно что там будет ивент, но они знают, а мобильный аппарат может просто не знать, что там будет что-то. В них есть подружность, у машины, им просто нужно зачатить, чтобы они знали машину А в точку А, машину Б в точку Б. Мы говорим, у нас есть проект, я скажу, где нету способностей физической возможности раздать, но если вы знаете, это мероприятие, я все равно не рассчитывал, на приедет, если это город, ничто не мешает снять квартиру в зоне доступности, поставить Майклайс-код направленный в зоне доступа. Ну, в общем, да, это уже технологический педаль, сейчас давайте не столько в такую глубокую технологию доставим. Возможно, если это телеканал, который проводит, нужно на разовое осмотрение, то есть, что конкретно вы будете продавать, само устройство, само экосистему, само решение, возможно, возможно, если это телеканал, который проводит, возможно, на разовое основание, какое-то мероприятие, возможно, как это нельзя, то есть, то есть, делается, наверное, все-таки, технически, в принципе, понятно, все-таки. Я знаю, какие концепции, это сейчас, это открытая платформа, где каждый может сделать себе аналогичную стезяку, або, ну, есть открытые конфеты, есть образы, что зарабатывает, все описанное, это работает, можно сделать это. Вариант 2. Можно купить готовый наборчик из всего, самому это все зъеднать и тоже использовать. Это будет немного дороже. Еще дороже, купить уже все зібранное, просто нажать кнопочку, включить розетку и поставить. Все-таки продаете конвертеры просто? Конвертеры, плюс, зараз будут переговоры на данный момент с Майкрософтом, подальше причин, ну, потому что там простейшенькие уголовные амодоны, чтобы запилять у них в хмаре готовый сервис, который будет конвертирован и фото, и видео будет кинцевый продукт без того, чтобы кинцевый арестователь заморочился с инверктацией. Так, и будет дороже. И, возможно, это не поисково, что очень дорого. Например, виртуальная машина для рендера видео коштует восьмой процессор на 14 гигами оперативки коштует 1 бакс за годы. Чтобы собрать такую машину кростер в железяку минимум 5 тысяч баксов. Если нужно заработать 100 баксов и на ее использование 6 годин простейшень взять виртуалку или использовать на виртуалку. Если это телеканал, который будет стоять на основе, на конце решение может стоить дата центр всегда не витквитер и в 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...